Можно и до 9, но только не сегодня, да? Ну ладно, хорошо, как надоест, сразу остановить. Значит, мы рассуждали для контравариантного реактора, но те же самые рассуждения можно провести и для повариантного реактора. Ну, все то же самое, но, например, только уравнение изменится, да? То есть, если для ко-вариантного реактора было вот такое уравнение параллельности, да? Для ко-вариантного постоянства вектора было кривое, то для ко-вариантного вектора будет вот такое уравнение. ДАИ тогда, да? Индексии уже внизу. Ну, так, минус. Здесь минус. Мы брали минус, потому что повариантное производное от повариантного вектора. Значит, гамма, значит, рель, так, нет, нет, ну давайте мы там к, пишем здесь к, так, гамма к. А, значит, И, Й, Д, И, Й, Й, В, Н, значит, А, Та. Одному веку. Ну, предлагаю вам самим это уравнение получить точно так же, как мы получали в ко-вариантном реакторе, да? Ну, и все те же рассуждения, да, справедливо и для ко-варианного вектора, что его результат параллельного переноса зависит от того, по какой кривой мы переносим, а если рассматриваем, ну, то есть, если множество кривых рассматриваем, если одну кривую мы рассматриваем, то зависит от формы этой кривой. Вот. Ну, давайте отсюда, вот из этих двух выражений сразу же два средствия получим. Так, вопросы есть, пожалуйста? Нет? Пожалуйста, спрашивайте. Первое следствие. Давайте найдем изменение вектора при значит, бесконечно малом параллельном переносе если мы переносим величину дельта дельта и так, да, то вот из этих выражений, ну, грубо говоря, на дю е да, на дю е и вместо д пишем дельта из этих выражений то есть мы получаем, что изменение вектора по реаллельному вектора дельта и при меньшем малом переносе малую величину вдоль некоторой кривой дельта и получаем вот такое по реаллельное для контрре реаллельное дельта равно минус, да, вот из такого уровня сокращаем на дю и вместо д пишем д значит гамма гамма и к и 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 д дальше рассмотрим теперь скалярное произведение двух векторов а и и то есть скалярное произведение мы определяем как свертку векторов разных вариантов и возьмем производный д д d nu вот от этого согранного произведения то есть это уже второе средство мы не финансируем как произведение значит d a i t o b i t d b i t o b mu mu равно 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 так ну давайте значит d a i d a i t по d mu вот из второго уровня вот из этого значит пишем это mu гамма i k y значит d x j по d mu a a a на b d дальше плюс а и и а а и ну б и поднимем и с первого то значит гамма гамма к и вот значит b k b ну смотрите здесь у нас индексы k и i это индексы суммирования значит их можно менять места например то есть в втором i на k а и и тогда мы получаем два совершенно одинаковых выражения но с разными знаниями то есть это равно не значит мы получим следующий результат что при переносе вдоль значит так давайте лучше вот так если у нас два ветка значит а и и это с и с и и ник не будет постоянно вдоль этой кривой. Тот факт, что эти векторы ковырят на постоянные вдоль кривой, как раз и позволил нам вот этими уравнениями воспользоваться. То есть, когда мы вас здесь писали, вот эти произволы мы расписывали вот отсюда, мы предполагали, что векторы a и b по варианту постоянные вдоль кривой. Но тогда икскалиарное произведение будет просто константным вдоль кривой, Но опять-таки обращаю ваше внимание, что отсюда мы ничего не можем пока сказать по поводу длины векторов а и b, поскольку у нас нет длина между. А вот мы установили факт, что если векторы по варианту постоянные вдоль кривой, то их столярное произведение не изменяется в одно константное вдоль этой кривой. Что тебе надо на вопрос? Да. А вот, кстати, вот этот пункт, получается, изменение вектора вдоль прямой, ну, вдоль прямой, да, оно взять, наверное, не передает? Ну, конечно, да, ну, предполагаем, что это прерывно, да. Ну, то есть, за счет, получается, непрерывности, вот, да? Все функции непрерывны, да. Все функции непрерывны, но, значит, разрывы, значит, разрывы где, как правило, в физике возникают? Ну, если вы, например, какие-то граничные условия ставите, вот на границе, можно сказать, да, скачок, допустим, вот, либо, значит, вы рассматриваете, ну, какие-то изначально разрывные процессы, ну, например, ударная волна, да, распространяется, ну, допустим, волна давления, да, так вот, в принципе, да, ну, там, на самом деле, конечно, значит, разрыва на фронте нет все равно, но, вот, такой сильный скачок давления, да, может быть, его, вот, как модель, можно, как разрыв это рассматривать, да, вот. Так вот, мы таких процессов не рассматриваем, у нас пространство непрерывно времени, непрерывно все функции заданные здесь, непрерывны граничных условий, ну, вот, конечно, мы тут задали начальные условия, да, но, вот, и дальше-то все равно, чтобы был непрерывный гребой рассматриваем, поэтому ничего у нас такого, чтобы приводил к разрыву, нет. Вот. Ну, ладно. Ну, и давайте в заключении этого параграфа поговорим о геодезическом. Геодезические линии, что это такое. Ну, опять давайте обратимся к интуитивно понятному течению трехмерного института пространства. И, значит, рассмотрим в этом пространстве прямую линию, заданную параметрическую. в трехмерном видовом пространстве. Рассмотрим прямую линию, заданную в декабрьовых координатах в трехмерном видовом пространстве. Скорость у альса при движении вдоль этой прямой равна у альса-малигорода. То есть, прямая линия в трехмерном институтовом пространстве обладает тем свойством, что вектор скорости при движении вдоль этой прямой не изменяется. ни величина этого вектора не меняется, ни направление. Этот вектор постоянен. Скорость движения для него постоянна. Трехмерное института пространство. Вот. Вот эта прямая обладает таким свойством. Вот в искривленном многомерном пространстве таким же свойством обладают линии, которые называются геодезическими. То есть, геодезические это линии, вдоль которых вектор скорости остается галориатно постоянным. То есть, значит, мы можем уравнение геодезической написать вот таким образом. В качестве вектора АИТа берем верхнюю скорость. А условия галориатного постоянства этого вектора мы можем записать так. АИТа, значит, АИТа, НАМВА, НАМВА, ЙОТ, АИТа. Ну и давайте распишем это выражение. Давайте я это выражение распишу. Ну, собственно говоря, воспользуемся тем, что, допустим, у ЙОТа это ДН плюс ЙОТа. Вот почему, да? Вот. Ну и тогда, опять-таки, много поступая, как мы раньше поступали, да, когда параллельный перенос рассматривали, вот это уравнение выводили, да. Ну, то есть, получим вот такое же уравнение. Можете проделать я просто вот уже очевидно, да, что получаем такое же уравнение, но только вместо АИТа надо подставить вот производную, да. То есть, в результате мы вот преобразованием получаем вот такое уравнение. Тут уже будет вторая производная. ДН, да, brace это да, ВДХ İТ, ОД если р! 王 diverник, это означает, плюс гамма.. 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 КАЙОТ, да, гамма ИКАЙОТ, да, гамма ИКАЙОТ, ну давайте dxy, 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 dxy. То есть решив это уравнение, мы найдем нервную звезду. и в синтезе, вдоль которой ветор скорости улётое, или улётое, будет повариантно-постоянно. То есть это уравнение геодезическое. Уравнение геодезическое. С точки зрения теории дифференциальных уравнений это нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами. Вот эти гамма, они от nz. Более того, это не одно уравнение, а столько уравнений, сколько значений продвигает минусы, в частности, индексы. n штук в обмерном пространстве это система из n штук уравнений, решив которую мы найдём геодезическое. Ну, сами понимаете, решать такую систему вручную довольно непросто. Правда, этим делом люди занимались до появления компьютеров фактически 100 лет. Ну, а теперь, конечно, компьютеры есть, более того, есть программы, которые позволяют такие значения уравнения записывать, задаёте гамму, ну или там, он видит, что гамма с метрикой гамма связана, задаёте метрику, и вот сразу программа выдаст вам систему уравнений. Ну, значит, раз есть и фур, значит, надо задавать начальное условие. Вот пусть зададим начальное условие стандартным образом. и значение параметра равным нюклеевое, равным х и д, ну там нюклеевое, да. А производная, да, ну добавить … И если начальные условия таким образом заданы, то мы с вами получаем задачу Каши, которая, как известно, в курсе дифференциальных уравнений при довольно широком классе условий имеют единственное решение, то есть решение этой задачи существует единственным теоремой о существовании единственности задачи Каши. И таким образом это означает, что тут, правда, надо одевариваться, что в некоторой области, в некоторой области вот вокруг точки Х нулевое, но тем не менее вот в этой области решение задачи Каши существует единственно. То есть мы можем с вами построить геодезическую, причем единственную геодезическую, проходящую через точку Х нулевое. то есть если задача Каши задана корректно, то мы можем всегда геодезическую найти. Ну и опять давайте разберемся, в чем состоит отличие кривого пространства от плоского с точки зрения геодезической. геодезической. Ну опять в плоском пространстве декабря системы координат гамма равно нулевое. Тогда уравнение геодезическое такое D2X' по D2H равно нулевое. Ну и это уравнение прямое, да, решить его мы получаем. И это как начальные условия воспользуемся. И у литра нулевое. Ну и у литра нулевое. То есть в плоском пространстве решение геодезическое как и должно быть прямая декабря. Ну кстати мотайте себе на ум, что прямая декабря это вообще кратчайшая между двумя точками плоского пространства. А значит видимо это свойство должно выполняться и в кривом пространстве. Это мы покажем потом. Уже вот когда физику будем рассматривать, там конечно. Вот. Ну на самом деле да. А вот в кривом пространстве, да, это вообще говоря не прямая декабря. В принципе мы с вами покажем, что они все равно обладают тем свойством, что это кратчайшие кривые между двумя точками. Это свойство останется. То есть вот вам еще одно проявление искривленности пространства, которое состоит в том, что кратчайшее расстояние между двумя точками это уже не прямая декабря, а геодезическое. Ну вот. Ну, значит. Ну хорошо, ладно. Потом мы еще вернемся. Ну ладно. Давайте теперь пойдем дальше. Значит. Вот мы с кривыми всякими разобрались. Теперь у нас была еще проблема. Вот помните, когда мы там получали тензор кручения, да, мы говорили, что пространство может быть кривым, несмотря на то, что тензор кручения у нас равен нулю. Да. И вот непонятно, каким тензором тогда кривизну пространства описывать. Вот, если тензор кручения равен нулю, а пространство есть кривлю, каким тензором надо описывать кривизну? Вот сейчас мы с вами на этот вопрос ответим, и параграф следующий так и назовем. Тензор кривизны. Тензор кривизны. Так, договорились. Значит, я тогда говорю до тех пор, пока либо мне не надоест, либо вам, да. Тензор кривизны. Давайте опять начнем с плоского пространства. И, значит, в плоском пространстве рассмотрим вот такое действие такого компутатора. Это означает, так, на блок, так, давайте идем туда. Как-то удобно обозначить. На блок, на блок, на блок. И пусть этот коммутатор действует на ко-вариантный вектор, на контр-вариантный вектор АНЗ, да. Значит, это в плоском пространстве. Ну, не надо удивляться, что мы в плоском пространстве пишем ко-вариантные производные, да. Вы удивляетесь? Да. Значит, вот смотрите, если система координат Декартова в плоском пространстве, то как ко-вариантная производная нам дает, то у нас рост в частности декартов, да. Значит, а если система координат криволинейная, то, вообще говоря, не так, да. То есть там можно внести связанность в криволинейной системе координат. Несмотря на то, что пространство плоское. Но отличие плоского пространства от кривого состоит в том, что мы всегда можем перейти в декартовую систему координат, где все связанности занулятся. А в кривом пространстве мы этого сделать не можем. Нет такой системы координат. Ну вот. Да. Ну то есть вот рассматриваем такое действие такого коммутатора. Переходим в декартовую систему координат, да. Значит, это будет равно. В декартовой системе координат кавариазмы производные совпадают с частными. Значит, это dvdx, yd, dvdx, yd, dvdx, yd, dvdx, yd. Значит, на a и d это равно дв. Да. Поскольку функции a непрерывные, и значит смешанный производный совпадает. То есть мы видим, что если пространство... Да. Ну и дальше как рассуждаем? Вот это соотношение у нас тензорное, да? оператор на два, он не меняет тензорного характера равенства. Если какой-то тензор равен нулю в одной системе координат, то в силу свойств этого тензора он равен нулю в любой другой системе координат. Мы с вами об этом говорили, что если тензор равен нулю в одной системе координат, то он равен нулю в другой системе координат. То есть мы видим, что если пространство мозга, то вот такой коммутатор равен нулю в любой системе координат, не только в декартовой. В декартовой вычислять легче, но в силу тензорного характера равенства, это равенство будет справедливо и в любой другой системе координат. То есть в плоском пространстве в любой системе координат вот действие коммутатора на векторах, а ритера равно нулю. А что происходит в кривом пространстве? Ну вот давайте вычислять этот коммутатор для кривого пространства. Значит, следите внимательно. Ну, вычисления несложные, но там... Ну понятно, что коммутатор... Ну давайте вот этот коммутатор... Значит, на 2 й, на 2 k, да? Стандартный аит, правильно? На 2 й, на 2 k, а и t, а и t, да? И вычислим вот эти вторые кавариантные производные ответы. Значит, вычисляем на 2 й, на 2 k, а и t, вот так. Ну давайте запишем, вот так, на 1 й, на а и t, точка с запятой, да? k. Так, вот мы с вами договорились, что вот эту кавариантную производную мы также будем обозначать точечный прибор. Но, раз производная кавариантная, вот вектор, да? То, значит, ее результат будет чем? Смешанным тензором, да? Второго раунда. Значит, ну вот... Значит... Так... Да, значит, ну, расписываем. И тогда мы имеем действие, значит... Ну, то есть дифференцируем каварианты. Дифференцируем смешанный тензор второго раунда. Вот давайте писать. Это будет d по d xy, d по d xy, значит... Ну, вот так. А, а и точка с запятой каварианты. Дальше. Клюс, контраварианты минусы плюсов. И, гамма, i. Значит, t и плюс, да? И вот мы в том месте. А, а и точка с запятой каварианты минус, минус, гамма. А, а и точка с запятой каварианты минус. Вот так. Теперь, ну, продолжаем правилство. Вспоминаем, что мы можем расписать также вот эти производные, да? от векторов, каварианты и производные от векторов. Вот. Расписываем. d по d xy. Значит, производная, кавариантная производная, вот, кавариантная вектора i и t. Значит, это д а и и т, д и и т, да? Это каварианты минусы плюсы. Значит, гамма и т, гамма и т. Так. Эй у нас, да? Эй у нас. Значит, куда? 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 У, у, ка – опасность каварианты. Значит, плюс гамма и ди и далее дорого строяемого этого спина. Здесь опять расписывают по вариантному производного от каварианта на версию. ВАЛ, то В, значит, плюс. Гамма Л, ну давайте тоже самое. Ум, значит, Ум. У-ква, да, У-ква. А, А-ква. А последнее слагаемое, ну так и оставим. Не будем никак преобразовывать, но мы видим, что... Значит, его полезно оставить. А, 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 И точка затеет. Гамма Л, как идет, А, И точка затеет. Ну, раскрываем скобки. Раскрываем скобки. Значит, раскрываем скобки. Д2, АИТ, ДХЮТ, ДХЮТ, ДХЮТ. Плюс, вот здесь дифференцируем произведение, да. ДХЮТ. ДХЮТ, 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 МЭК, ГАМА ИВМ, ЗАВТ, ДХЮТ, МЭК, ДАМ, МЭК. ДХЮТ, МЭК, ЗАВТ, ДХЮТ, МЭК. x, y, значит, плюс, ну а здесь просто передвигаться, гамма, гамма, i, l, y, значит, d, a, l, d, x, k, плюс, гамма, гамма, i, l, вот, гамма, l, y, k, так, a, u, a, a, u, ну и вот это последнее, минус, значит, минус, гамма, гамма, l, k, y, a, u, точка с запеклой, l, вот. Итак, это у нас, ну, надеюсь, я нигде не ошибся, если ошибся, то пловно, да, ведь придется возвращаться, искать ошибку. То есть это у нас, да, это у нас, ну вот, вот это, да, вот оно, вот это равно, вот, да. Дальше, находим вот другую производную, да, то есть вот эту производную, да. Почему? Ну, видно, что, в общем, очень просто сделать, поменять индекс каингу, да. Еще индекс поднять нужно будет там. Индекс поднять и где-то. А что, индекс, где? Индекс. А, нет, не улица. Нет, все, все. Так, больше ничего не надо. Значит, тра и та 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 и та, ДХК, АП, ГАМА, И, УН, Ё, ДА, ДУ, ДХК, ГАМА, 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 И, ГАМА, И, ГАМА, И, ЭКА, ДХК, ГАМА, И, 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 ГА А, А, и Л . Ну и теперь смотрите, мы берем разность. То есть коммутатор искомый будет равен. Ну давайте, ладно, я внизу, вот тут и пишу результат. Разность от коммутаторов на O , на A , на A , это равно. Ну, смотрим, сокращаются, вот эти, вторые, там, D2, да, вторые производные сокращаются, да. Дальше смотрите, вот у нас, ну вот, вот это, например, слагаемое, да. Мы вычитаем из него вот это слагаемое. Вот смотрите, здесь индекс Q не моет, здесь индекс L не моет. Ну, меняем индекс. Да, меняем индекс и видим одно и то же. Опять эти слагаемые сокращаются. Точно так же вот это слагаемое, да, и вот это слагаемое. Опять индекс L у меняем местами, видим, что тоже одно и то же. И при мечтании сокращаются. Ну, последнее слагаемое пока не трогаем. А вот оставшиеся слагаемые содержат акуль, да, акуль, вектор. Значит, этот вектор общий множитель, мы его выносим за скопку. А то, что, а саму скопку, давайте обозначим так. Орбитая, да, контр-вариант. Дальше. Q, J, K. Вот смотрите, я. А что мы сейчас, что мы сейчас выносим тут? А Q, вот. Тут А Q. А, все, да. Значит, тут А Q. А Q выносим. А Q выносим. Теперь смотрите, как я индексы расставляю. А Q. Ну, вот, допустим, смотрю на это слагаемое, из которого мы вычитаем. Ну, на самый ябрый слагаемое. Значит, индекс Q. Дальше индекс дифференцирования. И вот так. Да? Второй индекс Q. На А Q. На А Q. Теперь. Остается еще последнее слагаемое. То есть, вот это разность. Ну, смотрите, это разность, что? У нас А и Э опять общий множитель. Да? А выносим за скобку. А в скобке остается, что? Гамма Эль Йот К минус гамма Эль Ка Йот. Это что? Гамма, еще раз. Гамма Эль Йот К минус гамма Эль Ка Йот. Это трензоркручение. С, Э, Эль Йот Ка. Здесь у нас, естественно, многое там появилось. Значит, плюс. А почему плюс? Потому что я вот это с плюсом беру, но вычитаем уже нижнюю строчку, вычитаем. С, С, Л, Ё. Вот так. В общем, мы равен коммутану в кривом пространстве, где мы за R обозначили. За R обозначили. А там еще А. Да, А, конечно. А и точка R. Так. Где за R обозначили? Значит, R, И, У, Ё, К. Равно. Ну, давайте выписывать. Все 3 и 4 слагаем. D, γ, I, U, K, D, X, Y. Ну, дальше меняем минус. Значит, D, γ, I, U, Ё, D, X, K. Дальше. Плюс. Плюс. Вот это вот. Не виние точки. Да. Грамма I, G, Y, G, Y, G, U, Y, G, U, U, K. гамма гамма э у в сейчас мы покажем что это тензор и этот тензор называется тензором кризмы тензор кризмы тензор кризмы ну давайте покажем что это действительно тензор ну очевидно значит опять смотрим вот на это равенство на коммутатор значит коммутатор у нас тензор тензор дальше третье второе слагаемое в правой части тензор сворачиваем с тензора тоже тензор ну и понятно значит мы можем допустим перенести тензор тензор ну то есть вот так тензор 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 значит слева это и тензор а куму нас вектор значит по строгой теории частного р должен быть тензор строгой теории тензор тензор если мы там какой-то тензор сворачиваем индексы величины образуют тензор строгой теории ну вот то есть R действительно тензор и называется тензор клевизм ну давайте так значит какие-нибудь выводы сделаем из того что мы получили мы видим что вот та величина тот коммутатор который был в плоском пространстве равен нулю в прямом пространстве уже отличен от нуля и это отличие от нуля характеризуется собственно двумя тензорами один тензор кручения уже знакомый нам и второй тензор это тензор кривизны тензор кривизны т.е. вот наше тревое пространство мы описываем с помощью двух тензоров тензора кручения и тензора кривизны если у нас пространство без кручения да т.е. если вот это SL Y A разно 0 т.е. в реальности симметричны гамма и гамма и гамма и гамма и гамма и гамма значит если пространство без получения то т.д. ну вот последнего слагаемого не будет мы таки сотрудник дают т.д. т.д. значит наше пространство мы можем кривизну нашего пространства характеризовать с помощью одного тензора кривизны Ну, действительно, значит, пусть у нас пространство плоское, да, т.е. покажем, что вот тесты кривизны действительно характеризуют кривизну пространства. Правда, я тут не буду полностью доказывать, но вот покажем хотя бы в одну сторону. Пусть пространство плоское, тогда плоское пространство у нас коммутатор равен умен в плоском пространстве. и мы получаем, что в плоском пространстве rπqьqq аq1. Значит, это равенство выполняется для любых векторов активности. А значит, оно справедливо только в одном случае, если РИУ плоско, то есть если пространство плоское, то тензоры привезны равен 0. Можно показать и обратное, обратное утверждение доказать. Если тензоры привезны равен 0, то собрать раз в вопросах. Это немножко сложнее сделать. Ну, это можно, значит, это кому интересно, значит, вот сколько есть в книжке хорошие доказательства. И, ну, например, у Дубровина Новиков и Фоменкин, это можно посмотреть, да? Значит, если тензоры привезны равен 0, то пространство плоское. Ну и таким образом, для того, чтобы пространство было плоским, значит, надо, чтобы связности были симметричные, да? И чтобы при этом тензоры привезны равен 0. Тогда необходимы и достаточные условия. Правильно, что у меня тензоры привезны, необходимы и достаточные условия после пространства. Вот так. Ну, вот. Значит, это вот очень важное, значит, утверждение, да? То есть мы видим, что, значит, в случае симметричных связностей при визнух пространства мы действительно можем характеризовать тензоры привезны. Вот. А условия дорожного пространства плоское – это правильство мы любим этого тензора. Ну, давайте поговорим о некоторых свойствах. Так, не устали ещё? Да. Хорошо, ладно. Значит, поговорим о некоторых свойствах тензора привезны. Ну и, наверное, после этого я уже встал, да? Хотя вообще-то время вышло очень. Ну ладно, хорошо. Терпим, да? Значит, так. Ну, во-первых, смотрите. Ну, чтобы сегодня с тензором привезны закончить, дальше уже там, на метрическом тензоре. Наиболее простой вид тензор привезны имеет в локально-геодезической системе координат, да? То есть локально-геодезическая система координат, напомню, это такая система, в которой, в которой, ну, там, в точке P, да, связности, там, связности обращаются в ноль, да, в одной точке. Значит, в этой точке тогда, да, в локально-геодезической системе координат, ну, давайте я так не буду выписывать для этой модной грейки. Вот. Тензоры гамма у нас заваляются, вот эти седьма слагами, да? Вот. И остается только вот это. Да? То есть вот это выражение. Для тензора привезны в локально-геодезической системе координат имеет наиболее простой вид. Чем это полезно? А тем, что у нас сразу в локально-геодезической системе координат вот эти нелинейности обращаются, да, самые противные нелинейные члены, вот эти гамма на гамма, да, в локально-геодезической системе координат равны ну. А может, они компенсируют просто друг другу? Они просто нулюрованы. В точке P в локально-геодезической системе координат они равны ну. Вот. И остаются только производные. Производные, вообще говоря, не обязаны управляться в точке P в локально. Вот. Это удобно, потому что доказав одно соотношение, связанное с тензором кривизны локально-геодезической системе координат, где этот тензор наиболее простой. Мы, значит, в тему тензорности, да, то же самое можем говорить и в этом же свойстве и в другой системе координат. Т.е. в локально-геодезической системе координат наиболее просто всё доказывать, да, все выплатки, связанные с тензором кривизны, наиболее простой локально-геодезической системе координат. Дальше, ну, следующее свойство, да, давайте так, ну вот такое свойство. Значит, R, I, Q, Y, K равно минус R, I, Q, K, Y. Значит, тензор кривизны антисимметричен относительно перестановки последних гавариантных индексов. Последних? Да, индекс Q не трогаем. Я сейчас не все свойства доказываю, а вот самые такие интересные. Дальше мы там, если какое-то свойство нам понадобится, мы его будем доказывать по мере необходимости. Дальше, ну давайте, пусть у нас теперь пространство с симметричной связностью, да? То есть гамма, гамма, там, и, да, й, но гамма, и вот, да, связность с симметричной. Тогда справедливо тоже дисклоричные вещи, которые утверждают, что если мы совершаем циклическую перестановку индексов, вот эти вот, у, корочка, да, вот так вот, циклическую перестановку, и, ну, то есть, берем тензор кривизны, значит, R, U, 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 � Split, để там, совершаем циклическую перестановку, То есть пишем и добавляем вот этот M, значит, уже циклический переставленный к индексам. Один раз совершаем циклическую перестановку, значит, Y, K, U. И второй раз добавляем, значит, еще слагаемое тоже циклический, тензор для резины с циклический переставленный индекс. Значит, теперь уже начиная с индекса K, K, U, Y. И все субмирует, то мы получаем это даже если мы равно не будем. Тождество ВИЧ. Ну, предлагаю вам его самим удовлетворять. Ну, просто. Ничего трудного есть. Ну да. Полезное тождество, но еще полезнее следующее тождество. Так называемое тождество Би-Анки. Би-Анки. Ну, в старых книжках писали Би-Анки. Би-Анки больше поинтересовались. Нет. Би-Анки? Нет. Вот. Значит, это тождество состоит вот в чем. Ну, сейчас. Вот, рассматриваем. Так. Вот, чтобы синдексы вот так. Вот так. Да. Ну, вот давайте вот прямо, прямо вот берем, ковырям в производную, вот, значит, R, I, U, J, K. Теперь, смотрите. Ну, вот, давайте так, может так запомнить легче. У нас дискриминация у индекса L, да. Вот он у нас у ковырятной производной стоит, а все остальные вот у тензовой кривизны. Тензор, значит, индекс L начинает возмущаться. Говорит, как это так? Почему? Не хочу. Значит, ну и прыгает, да. Вот Q, Q это как бы первое лицо, да, в иерархии. Вот, и его никак не выбить. А вот второе лицо, индекс Y, нужно будет. Вот он прыгает и выбивает индекс Y. Индекс Y, ну, да, у нас там второе лицо иерархии, да, он более низкое лицо выбивает, третье лицо иерархии, да, выбивает. Ну, индекс K выбивает, да, ну, а индекс Y уже ничего не остается, как прыгнуть на место индекса Y, на свободное место. То есть вот таким образом дискриминации подвергается теперь индекс K. В результате мы получаем, значит, вот такое, на 2K, F, I, Q, L, Y, да, и суммируем, значит, вот с тем, что будет. Ну и дальше картина повторяется, значит, индекс K приходит в себя, как это так, да, почему это я здесь, вычисляет обидчик или индекса L, прыгает на его место, ну, индекс L выбивает индекс Y, да. Точно так же. Да, и индекс Y возвращается на место индекса K. Ну и мы вот прибавляем то, что после этих прыжков получается, значит. значит, F, I, T, N, K, I, T. А индекс Y у нас за всем этим безобразием наблюдает, получается. Ну, вот, Y, T, N, вообще, там, начальник большой, да, он вообще утравариантный у нас, его никак кавариантному не выйдет, вот, хоть как не прыгает, да, вот. И это все равно нулю, да. Тождественно равно нулю. Вот это тождество биан. Ну давайте его мы докажем. Докажем. И на этом мы, наверное, сегодня закончим. Значит, проще всего доказывать вот в этой самой локально-геотезической системе координат, да. Значит, перейдем в локально-геотезическую систему координат, где гамма равно нулю. Ну, смотрите, у нас здесь не само R, да, а вот набло R, да. Значит, ну, давайте вот так напишем схематически. Набло R у нас какие задерживаются слагаемые, да. Ну, вот само там, само, значит, само назло там, да, за первым там производим, да, и гамма, да, производим и гамма. Так вот, значит, что у нас здесь будет, когда мы подействуем, да, ну, какие здесь помогают? Ну, во-первых, вторые производные там. Вот, вот, да, да. Вот, я так, вот, да. Вот таковы можно показать. Правильно? Ну, просто возьмем, да, dvdx, вот от этих, да. Как раз вторые производные. Дальше. Какого типа еще слагаемого? Ну, вот, да, dvdx, там, значит, ну, на гамма, да, то есть вот такого типа. Гамма dvdx на гамма, да, dvdx действует на гамма. Вот. Ну, и еще, ну, да, и все, да, и все, то есть гамма на это дает такого же типа слагаемого. Но в локально-геодезической системе координат с точки P это равно нулю, да? И, следовательно, у нас в локально-геодезической системе координат сойдутся только слагаемые составляющие производства. Ну, давайте вот их выписывать. Значит, ну, вот это, значит, на, в, r, r, ну, то есть по порядку вот все три этих слагаемых в тождестве и в лимфиадке вычисляем. В лимфиадке вычисляем. Значит, что здесь будет? В2, значит, гамма, и кум, кум, ка, dxf, dxy, да, минус, переставлены, да? Значит, d2, гамма, и, значит, кум, ну, то есть йод и ка переставлены, кум, йод, dx, 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 dx. Дальше. Дальше. Знава, d, r, r, i, значит, вот так. Знава, k, значит. Знава, k, r, i, q, y. Вот так, значит, ну, пишем, d2, гамма, и, значит, у, йод, да? То есть, я просто слушаю все это делаем, d, x, k, dx, dx, минус, д, ва, гамма, и, у, ка, у, ка, д, x, д, x, так, у, и, у, и, у, и, у, и, у, и. То есть l, y меняем, так, dx, k, dx, y. Ну и, наконец, последнее. На вдвоёд R, I, Q, K, L с 1. Значит, d2, γ, i, Q, L, dx, y, dx, y, dx, g, y. Значит, минус, минус. d2, i, Q, A, dx, y, dx, y. Вот так. Я не ошибся. Значит, и всё это складывается, да? Ну, давайте приводить подобные предложения. Ну, введём первое слагаемое, dx, x, y. Равно Q, последнее слагаемое. Видим, что то же самое, но другим знаем. Значит, первое и последнее сокращается, да? Второе слагаемое опять. Видим, что L, K, K, L, да? Правда, у, y. Сокращается. Вот это слагаемое. Ну и, наконец, оставшееся тоже, как видно, сокращается, да? И таким образом мы действительно получаем, что в сумме это И, сошли с футболистом, да? Ну и все ваше здоровье, да? Да, очень сильно. И, если есть вопрос, то, конечно. Ну, смотри.